Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Аня, это Хавьер. Ставьте обязательно, пожалуйста, лайк сразу же, комментарий, подписывайтесь на нас, у нас интересно. У нас сегодня пицца, две разных половины. Сейчас, пожалуйста, напишите в комментарии, какая половина вам больше нравится. Эта половина с болгарским перцем, беконом, ветчиной, сыром, ну и соусом для пасты и помидором. А это бекон, помидор, перец, голубой сыр и козий сыр. Ну и соус этот, который для пиццы. Крылышки в горщично-соевом соусе, кинза, помидорчики, огурчики. Сегодня купила прям вообще как будто бы домашний. Это цацики домашний йогурт с огурцом, чесноком, соль, перец и чуть-чуть уксуса, чтобы такой кисленький был. Давайте порежем с вами пиццу. Угадайте, чья это пицца, чья половина чья. И чья половина вкуснее. Сейчас прям напишите в комментариях, как вы думаете. Циска. Покажи, какой хлебушек. Это мы покупали, типа, лаваш такой большой, напополам его разрезали. О май гад, это соль. Чтобы я готовила тесто для пиццы. Еще прикалываетесь. Не, ладно, я вообще умею вкусное готовить, но так лень. Нормальный. 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 Помидоры, как мама сказала, обычье сердце. Очень тендер. В одно от very much flavor. Такие они, типа, очень нежные. Чувствуются, что спелые, но они какие-то... Не так уж много вкуса, если честно. Знаете, какие, как бывают эти красные большие помидоры? М-м-м. 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 Огурчики очень вкусные. М-м-м. М-м. Терестинь. М-м-м. 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 А, петрушку еще в тадзики положила. Это греческая кухня. М-м-м. 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 Муж пьет винишко, от моих психов у него нервы не сдают. М-м-м. Это вкусно? Это вкусно! Это вкусно! Я смотрю, есть ли у нас какие-то вопросы. Валентина Тягунова. Тебе большой приветик. Ты нам такие приятные комментарии пишешь. Нам очень-очень приятно их читать. Большое приветик, Валентина. She is writing us very much nice comments. Like hello, hello. Такая, слышите, уже начала по-английски вам переводить. Здравствуйте, мои золотые, мои солнышки. Видео, как всегда, супер. Вы дарите всем нам тепло и уют. Спасибо вам за вашу доброту, за труд и за тепло, которое вы нам дарите. Люблю вас. Спасибо вам большое. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея начать снимать? Долго ли шли к этому и были ли отговорки? Нет оборудования, бэк не очень, еда не видеогеничная. Как справились с ними? Спасибо заранее за ответ. Я вам хочу придать привет и сказать так, что я на ютубе вижу столько каналов с таким большим количеством подписчиков, с таким большим количеством просмотров. И эти каналы, ну они вообще, ну на них смотришь и думаешь, как? Объясните мне, пожалуйста, как? Никакой речи не идет о микрофоне вообще, о заднем плане. Какая камера? Какая кольцевая лампа вообще? Вообще об этом даже речи не идет. И люди их любят. Люди хотят прежде всего видеть хорошего человека у себя на экране, потому что вокруг столько происходит всего плохого. What happened? А? Вокруг такая грязь вообще. Хочется просто сесть, расслабиться. И просто вот я по себе знаю, мне все равно у человека, ну конечно это преимущество, когда у человека хорошая камера и так далее. Пробуем пицульку. Рецепт. 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 я смотрю вот эти вот видео понимаете я думаю блин но я же это делать люблю я люблю пожрать я люблю поговорить я люблю смотреть такие видео сама мне интересно думала потом а что обо мне подумают друзья если они увидят да наплевать мне на всех топ обо мне что подумает я почти дошла до такой точки что мне плевать вообще на чужое мнение конечно у меня бывают такие скажем да за скоки иногда я думаю о мнении окружающих но вот это все мои шаги до к тому чтобы забить на то кто что обо мне подумает вот этот вот канал youtube это такая вещь если вы интересны людям он платит за это деньги поэтому конечно платить немного очень немного вообще ничего почти не платит но такими с этими деньгами которые платят youtube вы можете потихоньку купить себе микрофон потом купить себе хорошую лампу кольцевую или заказать из китая из алиэкспресс например можно вообще самим сделать освещение купить дешевую эти лет подсветку обмотать ее вокруг какого-то круга и все поэтому если вам нравится это если вы хотите это делать не думайте что кто у вас подумает просто думайте что может быть вы своими рассказами кому-то будете интересны может быть кому-то будете полезны нам есть что рассказать у нас интересная жизни почему бы и нет а те люди которые будут вас осуждать говорить вот это сделал не так это сделал не так конечно я не говорю вам запить на всех и делать даже там какие-то плохие вещи нет когда вы считаете что на что в этом плохого почему нет вам это нравится буду снимать не надо думать о других людях другие люди может быть в один момент просто тоже не подумают о том что какого вы мнение о их поступках тоже не в плохом и не в хорошем смысле почему вы должны париться это ваша жизнь это ваше время только ваше решение больше ничего другое не должно на вас влиять чужое мнение не должно если вам нравится то снимайте я уже снимала без короче лица не говорила но мне она как-то не заходила вообще я удалила все видео завела новый канал но вы должны понимать что если вы начнете канал вы должны снимать регулярно как только вы делаете длинный перерыв будет уже тяжелее вернуться к набору подписчиков вам нужно быть активным особенно в первое время чтобы youtube ваше видео рекомендовал именно поэтому нам нужны очень сильно ваши лайки пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии пожалуйста и подписывайтесь на нас мы же так стараемся такую вкусную еду едим ай трояс ультра ультра у мая злова к ню релакс он честно жраться а потом будет сидеть полчаса смотреть как я ем у мая злова у мая злова а он тут рай хода рмачу даже не давным пробовать свои пиццы это было его кстати половина вот это вот нормик поэтому я думаю что лучшего мотивационного видео вам никто не запишет давайте решайтесь начнете снимать сейчас очень мало хороших мобангеров честно мне некого смотреть карина попова тебе приветик тебе приветик карина я столько вот вас смотрю и вы все время говорите про семью хавьера и так интересно что же произошло между тобой анна и сестрой хавьера видимо что то серьезное что тебя раздражает тату на руке хавьера с ее изображением спасибо за большое за такие мукбанги очень приятно и хочется вас смотреть люблю вас целую тём 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 спасибо тебе большое за такой комментарий эм а насчет сестры хавьера пью пивчанская счет его сестры нет она мне ничего плохого не сделала единственное ну во первых она делала некоторые вещи которые были не очень как бы уважительны по отношению к моему мужу хотя она его очень сильно любит и он не шаврила у них отношения очень хорошие ну были такие моменты что мне не понравилось как она себя с ним ведет и один раз было что он ам мм 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 это мм х м м м м уп mood к земле ему не нравится моя пицца и капризонно еще хочу чуть-чуть попить что может быть лучше столько сахара чем выпить что может быть лучше чем выпить столько сахара вот и один раз она когда мы были в отпуске как обычно с ним ссорились она подметила что типа во первых она на меня косо посмотрела и сказала рядом сидящему ее парню что вот мол типа они опять ссорятся ну типа пожалуйста нас и потом мы очень часто ссорились с ним на отпуске я как-нибудь расскажу почему конкретнее потому что я уже говорила что это был самый лучший худший вообще отпуск с его семьей и вы с моей мамой короче там был просто полный трэш и когда мы с ним поссорились еще раз вечером и мама начала говорить о том что ну как жаль что же происходит почему так это и она сказала его сестра что да они просто на мол типа ссориться когда у нее тому самой в семья вроде бы как и не семья но в общем там тоже такие очень неприятные истории происходят что я не понимаю короче я выполнили и когда ты еще у тебя сама не все в порядке и ты еще типа как глумишься да на над отношениями друг других людей но даже твой брат алло ты будешь что я не поняла смеяться над тем что он ссорится со своей женой мне это было очень неприятно до этого я старалась но она не значит как-то не знаю было вот у меня такое отношение к ней но хотела я себя побороть победить и правда старалась вообще менять и свое отношение но не получатся у меня я не любит я не любит это я люблю Он знает, как приготовить пицца. Он знает, как приготовить сангвич. Окей, нет проблем. Я не съеду винтовки. Окей, нет проблем. Я не съеду винтовки. Что значит, что ты не съеду? Я не съеду тебя. Где мои боли? Он говорит, я не ел крылья. Я говорю, как не ел? А он говорит, вот так не ел. Говорит, ты видишь здесь кости? И он откладывал. Собака такая. Ничего, я догрызу за ним. Ты собака. Люблю грызть костю. Собака будет по-испански перра. Он мне все время говорит перра. Или ласковая перрита. Перрита. Перрития. Может быть, это чисто психологически? Не нравится мне она, потому что она женщина. Честно, не знаю. Но я же вам говорю. Мама у него просто чудо-человек. Ему, кстати, с моей мамой тоже очень повезло. У меня мама настолько вообще спокойная. Я как ураган. Постоянно. Она мне даже как-то сказала, когда мы с ней вместе жили здесь, в Германии, у меня вообще, конечно, очень тяжелое время было. Я нервничала очень сильно. И она мне сказала, ты знаешь, я тебя иногда боюсь. Вот такой я абьюзер. Я. Я. Ты, абьюзер. М-м-м. Помоги. Помоги. Мама гития. Ты хочешь эти wings? Нет. Ты полный? Ты любишь сушини? Садзики. как ты любишь мою сасиму, мою маленькую капричная знаешь, что это капричная в испании? это когда девочка маленькая и она хочет я хочу это, я хочу это спойлер? спойлер, капричоза капричоза, не спойлер, но я хочу все капричоза по-испански это когда человек хочет прям всего когда я что-то пью, ему это хочется, вот он капричоза типа хочется всего, не знаю, жадный наверно палетта, может палетта может палетта это плохое слово что это плохое слово? что это слово? плохое слово я очень сильно пахо словеро я очень много наяуся что это наяуся? ты был в поле это выглядит благородно ты едешь что-то или что? ты не хочешь? нет когда? tomorrow я такая была голодная может еще одно крылышко съесть? я думаю, что она всегда говорит что ела больше, чем я да, я всегда больше хавьера ем если кто не знал я думаю, что да они больше любят, чем у меня длинные волосы вам нравится больше, когда с распущенными или с собранными? с распущенными они любят распущенными они любят распущенными они любят распущенными человек, у которого предки пережили голодомор и вот мужчина половину оставляет вообще на турелке что ты не ешь все вы поняли, да? я ему сказала что ты не все съедаешь а он сказал ну я могу съесть тебя флирт сто пятьсотого левела они называли меня они называли меня флиртер 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 кто? вы тоже знаете это вы тоже знаете спасибо вам большое за то, что подписывайтесь поддерживайте нас ставите нам лайки, пишите комментарии всем хорошего вечера всем пока пока